Этим людям к масочному режиму привыкать не приходилось. Такая работа, хоть они и не врачи. Мелкие частички баллончиковой краски могут быть опасны, особенно когда весь день красишь стену длиной больше 20 метров, а количество краски измеряется десятками баллончиков. Зато рисунок – один раз и на всю жизнь. Продержится столько, сколько стена продержится. С рисунком может случиться какое-нибудь обрушение, только в случае, если стена посыпется. Краски ничего не будет. Краску, кстати, наносят не только баллончиками, но и валиками, распылителями и даже кисточками. Главное, чтобы рисунок получился. Тему для художеств мастера получили от администрации города. Звучит она как «Соликамск. Путешествие во времени». А вот что конкретно изобразить на стенах, художники выбирали сами, листая страницы истории города. Эскиз. Сами рисовали? Эскиз, да, делали. Чем вдохновлялись? О истории города, что сжигался несколько раз, потом снова восстанавливался и пришел такой образ Феникса. Чтобы стать частью Соликамска, образ Феникса проделал большой путь. От идеи в эскиз на планшете, в согласование, куда без него, потом в электронную проекцию и, наконец, в контур на стене. В набросок, который заполнится яркими красками, и птица Феникс останется на улицах Соликамска, как и другие рисунки, станет частью истории. Времени у художников остается не так много. Фестиваль завершается 22 августа, но с такими ударными темпами работы они наверняка успеют закончить. А соликамцам и гостям города останется только любоваться работами мастеров.